Дорога к дому сегодня оказалась под пристальным вниманием государственной жилищной инспекции и прокуратуры. Они отправились в рейд по дворам заводского района Саратова. Специалисты проверили, насколько хорошо очищенные от снега и наледи придомовые территории. О результатах проверки расскажет Анастасия Куклева. С трудом удерживая равновесие, сотрудники прокуратуры и жилищной инспекции передвигаются по скользкой дороге. Проверяют, как выполняют свою работу коммунальщики во дворах заводского района. На придомовой территории по улице Пензенская дело плохо. Выходы из подъезда и тротуара покрыты толстым слоем льда. Проверяющие говорят, такие опасные участки должны хотя бы посыпать песко-соляной смесью. Но управляющая компания бездействует. Если данная территория входит в отвод земельного участка, то она обязана чиститься так, чтобы по ней тоже можно было пройти. Посыпать солью, посыпать песком. Человек не может на вертолете добраться до трамвая, троллейбуса, автобуса. Он должен дойти оттуда и не упасть. Аналогичная ситуация и в другом дворе. Тротуары дороги здесь, как стекло, гладкие и скользкие. Хотя, говорят жильцы, с самого утра представители ТСЖ пытаются создать видимость работы. Даже местами присыпали лед песком. Жители такой показной уборкой возмущены. Ничего не посыпать, ничего не чищать. У подъезда почищено, потому что у нас здесь вот кафе, минуточку. Здесь кафе. Я так думаю, что они же это чистят. Образцовым оказался двор на улице Азина. Проверять его представители жилинспекции не планировали. Но когда увидели вместо наледи на тротуаре асфальт, пройти не смогли мимо. Проверяющим председатель местного ТСЖ не без гордости рассказал, как справился с уборкой территории. Мы пробовали. Просто Бобкет не берет, он до асфальта ее хотел. Вот это вот мы, дворники, сами вручную все это отбивают, эти дорожки. А вот именно когда уже нарс большой, техник не берет. Совместные выезды с прокуратурой сотрудники жилищной инспекции планируют проводить каждую неделю. В этот раз были проверены шесть дворов. Пять из них оказались в неудовлетворительном состоянии. На представителей ТСЖ сотрудники прокуратуры составили акты. Теперь недобросовестным коммунальщикам грозит наказание. Штраф от пяти до сорока тысяч рублей. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.